Рома с отцом возвращались с рыбалки. Любовь к этому виду отдыха досталась парню от Кирилла Петровича по наследству, и он всегда сопровождал отца в поездках на реку или озеро. Воскресный день подходил к концу, когда они выехали на оживленное шоссе, ведущее к дому. Им оставалось проехать около 150 километров, а там уже можно будет отдохнуть за накрытым столом, которым всегда встречала своих любимых рыбаков, мужа и сына Наталья Петровна. Кирилл Петрович, весело обсуждая с Ромой прошедшую рыбалку, отвлекся от дороги всего на пару секунд, но этого хватило, чтобы уйти на встречную полосу и столкнуться с Камазом, который отчаянно засигналил в последний момент перед столкновением. Ни Кирилл, ни Роман не успели даже понять, что произошло. Рома услышал только страшный скрежет, за которым последовал сильнейший удар. Парень пришел в себя только в больнице. Он сразу спросил об отце, и медсестра, отводя глаза в сторону, сказала, что тот в очень тяжелом состоянии и потерял много крови. Так я сын и могу дать свою кровь ему. Посмотрите, я ведь почти не пострадал. Да, вам очень повезло, просто удивительно. Я сейчас скажу доктору, и мы решим этот вопрос. Кровь у Романа взяли, но после анализа объявили, что стать донором он не может, поскольку кровь не подходит. И скорее всего, он не является пострадавшему близким родственником. Роман, перенесший шок после аварии, был просто уничтожен этой новостью. Но через несколько часов отец умер, и горе, обрушившееся на парня, отвлекло его от сомнений и вопросов. Только когда прошло девять дней, Роман обратился к матери с вопросом. «Почему вы скрывали, что отец мне не родной? Не хотели, чтобы ты знал и переживал из-за этого? А ты? Ты тоже не родная?» Наталья Петровна опустила глаза, и Рома почувствовал, что внутри него все похолодело. «Кто мои родители?» – глухим голосом спросил он. Наталья Петровна вздохнула и ответила. «Я знала ее, но давно не видела. Нигде она, ничто с ней мне не известно. При последней нашей встрече она собиралась уезжать за границу. Может, там и осталась? Как ее имя?» Наталья Петровна назвала, и Роман покачал головой. У его матери было редкое имя – Анисья. Теперь все свободное время Рома тратил на то, чтобы узнать хоть что-то о той, которая когда-то родила его. Он ездил в ЗАГС и делал запросы в архив, посещал роддом и пытался там найти ответы на свои вопросы. Но все было тщетно, и постепенно парень стал отчаиваться. Он совсем перестал общаться с Натальей Петровной, обмениваясь с ней только незначительными фразами. А еще позабыл свою подругу – девушку-соседку по имени Ася. Они не встречались, просто дружили. Но когда Рома стал отдаляться от нее, Ася почувствовала себя очень несчастной. А вот Роман снял себе квартирку в городе и был счастлив. Во время одной из своих поездок он познакомился с Анжеликой – красавицей-студенткой престижного института. Анжелика выросла в богатой семье. У нее было все, о чем может мечтать девушка – дорогие наряды, хорошая машина и множество поклонников. Она так привыкла, что вокруг нее всегда много парней, что уже перестала обращать на них внимание. Но Роман ее заинтересовал. Он был очень красив. И даже дешевые рубашки и футболки были ему удивительно к лицу. Их мимолетные встречи ничего не значили для Анжелики. А вот Роман мечтал, что однажды она будет принадлежать ему и они поженятся. Девушка открыто смеялась над ним, называла глупыми прозвищами и только изредка награждала за покорность и всепрощение легкими поцелуями в щеку. Очень уж Рома был красив. Правда, вскоре эти игры ей надоели. И Анжелика разочаровалась в парне. Он был беден и работал обычным строителем. «Вот скажи», — сказала она ему, когда увидела, что Рома ждет ее у двери института. «Что ты мне подаришь? Вообще-то у меня завтра день рождения». «Я найду способ удивить тебя». «Ну, если только красивыми серьгами». На следующий день он принес ей серьги, потратив на них едва ли не все свои избережения. «А что еще?» «Больше у меня ничего нет», — вздохнул парень. «Ну ладно. Если хочешь, приходи сегодня ко мне. Мама решила устроить банкет дома. Наверное, будет весело». Вечером Роман с букетом цветов стоял у дома Анжелики. Множество огней, яркие воздушные шары, накрытые на воздухе столы, снующие между ними официанты — все это ошеломило парня и даже испугало. Но тут его увидела Анжелика и махнула ему рукой. «Ну иди сюда! Что ты там стоишь?» Рома подошел к ней и вручил букет. Анжелика небрежно поблагодарила его и убежала, почти не обращая на него внимания в течение всего вечера. Только когда почти все гости разошлись, Рома подошел к Анжелике, чтобы проститься. Она стояла с какой-то женщиной и весело смеялась. «О, мама!» — воскликнула девушка, увидев подходившего к ним Романа. «Познакомься, это еще один мой…» Она замялась. «Друг?» «Очень приятно». Красивая женщина протянула ему свою ухоженную руку и представилась. «Анисья Петровна». Роман замер на месте, а потом спросил. «Как? Как вас зовут?» Женщина улыбнулась. «Анисья Петровна. Так назвала меня бабушка. Вот я всю жизнь не мучаюсь». Романа внезапно пронзила мысль, и он снова задал вопрос. «У вас есть сестра?» «Да». Теперь Анисья смотрела на него с удивлением. «Наташа, а вы что, с ней знакомы?» «И сын у вас тоже был». Теперь женщина повернулась к ничего не понимающей дочери и отправила ее с каким-то поручением. А потом повернулась к Роме. «Пойдем со мной». Они сели в отдаленной беседке, и Анисья сказала, глядя ему прямо в глаза. «Что ты знаешь?» Рома рассказала себе, как и с кем жил. Женщина слушала его не перебивая, а потом покачала головой. «Да, ты очень похож на своего настоящего отца. Правда, он о тебе никогда не знал. Наверное, я должна попросить у тебя прощения». «Да, это будет правильно. Хотя я, если честно, виновата себя не считаю. Да, я была молода и глупа. Твой отец был старше меня и сумел обольстить. Но он был женат и не хотел разводиться. А я познакомилась с отцом Анжелики, и он хотел взять меня с собой за границу. Только без тебя. Я родила и ушла с ним. А Наталья, как я теперь понимаю, забрала тебя оттуда. А теперь к делу. Сколько тебе нужно денег, чтобы ты не появлялся здесь больше?» Роман ждал чего угодно, только не этого. Он встал и сказал. «Не бойтесь. Я не стану вмешиваться в вашу жизнь и сейчас уйду. Счастья вам желать не буду. Пусть лучше вместо него к вам вернется совесть». «Да, и привет моей сестре. Думаю, она будет очень похожа на вас». Роман ушел. А на следующий день расплатился с квартирной хозяйкой и уехал домой. Ему было стыдно, что он гонялся за мечтой, придумав себе какую-то обиду и тем самым оскорбил мать, воспитавшую его и подарившую, если не жизнь, то любовь и заботу. Едва он переступил через порог, как встретил Асю. «Что ты здесь делаешь?» – спросил он девушку. «Ухаживаю за твоей мамой. Ты ведь ее бросил. Она больна, лежит и не встает. Почему ты не сообщила мне?» «Ты полгода здесь не появлялся. Зачем же мне было тревожить тебя? А теперь пусти, я иду за лекарствами». Она ушла, а Роман бросился к матери, встал на колени, взял ее слабую руку, осыпал поцелуями, а потом прижал к своему лицу. «Мама, мамочка родная, прости меня. Прости, если сможешь». «Ты вернулся, сынок. Насовсем? Значит, теперь все будет хорошо». В самом деле, очень быстро Наталья пошла на поправку, а когда она совсем встала, Роман и Ася поженились. Прошло два года. Рома стал фермером, а Ася и Наталья воспитывали маленького Егорку, его сына. Они были очень счастливы. Однажды у их дома остановилась машина, и оттуда вышел пожилой мужчина. Он спросил, где ему найти Романа, и Ася пригласила его в дом, обещая, что муж будет с минуты на минуту. Ася поила незнакомца чаем, когда на пороге появился Роман. «У нас гости?» Приветливо улыбнулся он и пожался дома мужчине руку. Тот ответил на рукопожатие, но руку Ромы удержал, а потом проговорил тихо. «Ну здравствуй, сын». Вся семья Ромы собралась за столом и изумленно слушала рассказ Андрея Игоревича. «Я когда-то очень любил Анисью, но был женат. Моя супруга пыталась родить, но у нее ничего не получалось. Каждая беременность оканчивалась выкидышем. Я не мог оставить несчастную женщину и очень страдал, потому что любил одну и жалел другую. Впрочем, Анисья сама все расставила по местам. Она уехала с моим партнером по бизнесу, а вскоре не стала моей жены. Я чувствовал перед ней свою вину и долго ни с кем не мог строить серьезных отношений. Весь ушел в бизнес. Работал и за границей, и здесь. Годы шли, и мне, холостяку, все труднее было найти достойную пару. Так и прожил много лет один. И вот совсем недавно встретил Анисью. У нее там какие-то проблемы появились, нужны были деньги. И дочь попала в какую-то неприятную историю, и кредиторы осаждали. Я не забыл обиду и отказал. Тогда она рассказала про тебя и потребовала заплатить за информацию. И что, вы заплатили? Ну, раз я здесь, скажу честно, я не очень ей поверил и хотел предложить тебе сдать тест ДНК. Но, сынок, мы с тобой просто одно лицо. Я так устал один. Вы примите меня к себе. Я буду часто приезжать к вам, если вы позволите. Очень долго они проговорили, сидя за столом, накрытым Асей в саду. Андрей наигрался с внуком, а потом простился и уехал, чтобы вскоре вернуться опять. Спустя год Рома поселился со своей семьей и отцом в огромном, только построенном ими доме. Они жили очень дружно. Наталья помогала Асе по хозяйству, а Андрей с увлечением поддержал фермерский бизнес сына. Маленький Егорка всегда ходил за дедом хвостиком и однажды доверительно прошептал. Деда, а мама говорила папе, что скоро еще кого-нибудь родит? Да ты что? Вот это новость. А ну-ка бегом к машине, поедем с тобой всем подарки покупать. Согласен? Ага. Андрей рассмеялся и подхватил внука на руки. С тех пор, как он нашел сына Рому, счастье не покидало его души, и он щедро делился им со всеми. Субтитры делал DimaTorzok